Трамп-президент. Эта тема не обошла и военных на передовой в Донбассе. Солдаты в перерывах между обстрелами обсуждают, что творится в стране. Говорят, шокированы тем, насколько остро обсуждается эта тема на национальных каналах и среди первых лиц государства. Говорят, складывается ощущение, что будто выборы прошли в нашей стране, а не за океаном. При этом их проблемы такой огласке и вниманию не поддаются. Больше о настроениях солдат на передовой расскажет Александр Зыков. Почти каждый день эти солдаты переживают обстрелы. Снаряды свистят буквально над головой и чаще стали работать снайперы. Но во время затишья военные тоже обсуждают тему, которая лихорадит сейчас весь мир. Америка выбрала своим президентом Дональда Трампа. На передки не понимают беспокойность украинских СМИ и чиновников этим событием. Ни американского вооружения, ни экипировки они не видели. Особой моей помощи, ну да, была помощь транспорт, гуманитарная какая-то помощь, моральная. Но военной помощи мы не получали, так сейчас не будем получать. Ну, Украина воюет сама, полагается на свои силы. А чем он нам допоможет? Уже дают два роки с брою, но ее не бачут. Автоматы, какие были, такие есть у нас. Что они нам дают, камеры дали были. Предположение некоторых политологов, что теперь Америка не будет мешать России, а закроет глаза на военную агрессию РФ в Донбассе, воспринимают скептично. Думаю, что американцы не настолько врачливо помогать России бить нас дальше. И пока чиновники заняты обсуждением дальнейших взаимоотношений Украины с Америкой, эти ребята продолжают нести службу, удерживая свои позиции.